Всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Но сегодня у нас утро субботы, поэтому для своей семьи я готовлю завтрак быстро, просто и, как я люблю сказать, самое главное, сытно. Для начала сковороду я ставлю на плиту, добавляю немножечко растительного масла, затем 2 яйца разбиваю в кружку, также по вкусу добавляю соль. Затем кладем кусочек хлеба. Тот, кто любит батон, пожалуйста, кладите батон. Но тот, кто любит завтракать более плотнее, сытнее, сверху на хлебушек можно класть помидорку, колбаску, сыр и даже жареные грибочки. Ну а после завтрака я буду готовить салатик, также буду отваривать спагетти. И спагетти сегодня решила сделать с тушенкой. Мы на прошлой неделе ездили к знакомым деревню, ну и домой вернулись, конечно же, не с пустыми руками. Нам наши знакомые, так скажем, поделились с нами домашней тушеночкой. Так вот, сегодня спагетти будут с домашней тушенкой. Ну а я заканчиваю завтраком и готова вам показать, что же у меня получилось. Вот такая вкуснота получается. Быстро, просто, а самое главное, сытно. Что такое? Сок? Вон сок на столе. Пей, пожалуйста. Всем желаю приятного аппетита, кто завтракает, и хорошего настроения. Меня просили поближе показать вот эту индукционную плиту, также о ней рассказать. Показать я вам, конечно же, ее покажу. Ну что рассказать о ней, я совершенно не знаю. На сегодняшний день плита мне нравится, я всем довольна. Она двухкомфорочная, сейчас покажу, как она работает. Я поставила кастрюлю с водой. Нажимаю включить. Все, пошла реакция. То есть, вы услышали звук, она включилась. Также тут можно прибавить. Вода очень быстро закипает. Также тут имеется таймер мощности, температура. На этой комфортке все то же самое. Так, ну и следующий момент. Если мы уберем, допустим, кастрюлю, вы услышите вот такой звук. Звук. Двигаем обратно. Все. Это автоматически включилась. Ну и еще, чем она мне понравилась. Как вы видите, я отодвигаю кастрюлю и могу спокойно подержать руку на плите. Вы видите, мне руку не ждет. Я могу протирать. Вот поэтому она безопасна. Сейчас не отключая камеры. Видите, кастрюлю поставила. Она сразу же заработала. Ждем некоторое время. Отодвигаем снова кастрюлю. Вот поэтому эта плита безопасна. Раньше у меня Снежана очень боялась, допустим, пожарить себе яйца или, допустим, колбаску. Сейчас для ребенка это не составляет никакой проблемы. И абсолютно плита безопасна. Вот и все, что я вам могу рассказать об этой плите. Эта комфорка работает так же, как и эта. Так же вы можете убавлять, прибавлять. То есть все то же самое. Но больше я вам пока рассказать об этой плите не могу. Ничего. Вот что знаю. Что знала, конечно же, с вами поделилась. В кастрюле у меня закипело куриное яйцо. Я его обязательно помыла. Сейчас будем готовить салатик. Яйцо куриное. Капуста. Свежий огурчик. И колбаска. Хотела я капусту на мелкой терке натереть. Но капуста у меня оказалась уже такая немножечко мягонькая. Поэтому будем нарезать ее ножом. Вот тут у меня закипает вода. Будем варить лапшу. И будем делать салатик. Ну и пока я сегодня хлопочу на кухне, хочу вам показать. Так же на Валберес я заказала вот такой кухонный держатель для крышек. Семь отделений. Он многофункционален. Так же он выдвигается от стенки до стенки. Но мне понадобилось всего одна-вторая шкафа. Вот так я организовала крышки. Ну и так же у меня осталось место. Два протвенька пошло. Все прекрасно держится. Вот тут у меня крышки. Душлаг. Терка. Ну и там тоже кухонные принадлежности. Артикул я прикрепляю. Кому понравилось, пожалуйста, заказывай. Она действительно многофункциональна. Так же сюда можно, допустим, тут есть вот такие, видите, на что держится. Так же тут можно их раздвинуть пошире. То есть, допустим, можно даже поставить кастрюли, доски. То есть, каждая хозяйка уже смотрит по своей кухне, что же ей нужно будет прибрать, убрать, организовать. Хотя в этой банке есть крышка, через которую спагетти прекрасно достается. Но мне так неудобно. Поэтому я достаю спагетти сразу же из банки. Парить будем побольше, потому что сегодня все дома. Сразу же перемешиваем. Ну и для того, чтобы лукша в дальнейшем не слиплась, я сразу же добавляю растительное масло. Покажу вам потом, как это все получается. Она отлично покажет себя в пробовке. И будет вот такой. Так, ну и сразу же буду вам показывать. Сходите, мое готово. Я беру тряпочку. Как вы видите, вот, все прекрасно. Сразу же протираю. Сегодня такой кухонный день. Хотя у меня сегодня поработает очень много. Ну и так же я кладу. Она, конечно, горячая, но в пределах разумного. Вот так вот. Все это прекрасно. Мне нравится. Спагетти я промыла. Лишняя водичка у меня стекает. Сразу же хочу вам показать. Вот смотрите. Спагетти я отваривала в воде. С добавлением растительного масла. Посмотрите. После промывки спагетти оно рассыпчатое. Оно не склеивается к соломинке. А вот если варить без растительного масла, после промывки макароны, лапша, спагетти, оно клейкое. Оно не рассыпчатое. Вот. Также я подсмотрела у одного блогера. Я же тоже, как и вы. Вот такая прекрасная у нас спагетти получилась. Но я начинаю нарезать все на салат. Капусту я уже нарезала. Также ее немножечко пожала. Затем нарезаю копченую колбаску. Колбаску на такой салатик я люблю калинка. Колбасу нарезаю вот такими длинненькими полосочками. Также огурец нарезаю длинными полосочками. А вот куриное яйцо я нарезаю кубиками. Вот такой яркий аппетитный салатик у меня получился. Добавляем майонез и, конечно же, покажу, что у меня получилось. Ну что, сварка я закончила. На ночь я запаривала шиповник. Также достала баночку компотика. Затем я готовила спагетти. Спагетти я готовила с домашней тушенкой. Мы ездили в деревню. Нам дали баночку тушенки. Мы с большим удовольствием взяли. Также я приготовила салатик. Как я люблю сказать, быстро, вкусно, а самое главное, сытно. Все ингредиенты вы видели, из чего я готовила. Но попозже, если будет настроение, постряпаю либо блинчики, либо оладушки к чаю. Но мы начинаем свою субботнюю уборку. Также забыла сказать, в этот салат вы можете добавлять кукурузу, зеленый горошек, также зеленушку. Но так как у меня Саша кукурузу не ест, зеленый горошек он также кушает очень плохо. Поэтому мы делаем всегда вот такой салат. То есть уже точно и наверняка. Сегодня мы готовы вам показать столик, который выбрала для себя Снежана. Долго она искала на Валберес. Остановила свой взгляд вот именно на таком. Снизу колесики. Тут есть вот такие барашки. Также столешница поднимается под рост ребенка. Но, к большому сожалению, когда пришел этот стол и Саша его собрал, Снежане, конечно же, он не понравился. Но этот стол Снежана подарила Никите. Но мы были в растерянности. Какой же стол заказать ребенку? Ей нужен был совсем уже не такой. Она очень долго смотрела на Валберес. Но на днях Сашин знакомый ездил в город Екатеринбург в магазин Леруа Мерлен. И мы очень его попросили купить Снежане столик. Нашли примерное фото. Именно такой стол нам вчера привезли в 10-м часу вечера. Вот сейчас Саша его собрал. И мы готовы показать, какой же стол выбрала Снежана. Вот такой стол выбрала Снежана. Он действительно шикарен. Ножки дерева. Тут белая столешница. Выглядит, конечно, он уже посерьезней. Хотя изначально я говорила, что этот игрушечный столик. Но уж очень она хотела такой стол. Но в любом случае со столом мы определились. Все вот так красиво смотрится. Сейчас после того, как ребенок наведет порядок у себя на полке, мы будем с Сашей устанавливать стол. Также она уже планирует на стол поставить свою косметику. Также вчера вечером под свет стола мы заказали на Валберес зеркало. Зеркало с лампами. Конечно, попозже вам все покажу. То есть будет стоять там стол. Сверху будет висеть большое зеркало с лампами. То есть вот как-то так она увидела свою маленькую комнатку. Также Снежане мы делали подарок. Снежане мы купили ноутбук. Ноутбука у Снежаны не было. У нас был компьютер, которым мы пользовались на телевизоре. Поэтому у Снежаны сейчас свой собственный личный ноутбук. Поэтому будем радоваться за Снежану. Но когда все обустроим, также у нас сейчас стоит вопрос со стулом. Также нужно подобрать какой-то стул. Я вижу тоже с какими-то деревянными ножками. Мы будем отталкиваться по мере поступления проблем. Поэтому сейчас будем наводить порядок. Но позднее, когда придет зеркало, я обязательно вам покажу, что же у нас получилось.